Прежде всего, вот такой вот ракурс странный, а что? Короче, дело в чём. Я подумал, надо заказать самую дешёвую гитару в Европе, которую я смогу найти. И я, естественно, пошёл на сайт Toman. Давайте на него посмотрим. В России я с сайта Toman заказывал один раз термин Vox. И он шёл долго, какое-то растаможивание заплатить. В общем, там был гемор, но всё пришло нормально. Сейчас у нас не работает это в России, но здесь. Здесь-то работает. Я решил попробовать, можно ли как-то это сделать, заказать. Про гитары Harley Benton я часто слышал, но никогда не пробовал, никогда не видел, никогда не трогал. А Harley Benton это и есть эти дешёвые гитары, которыми Toman торгует, помимо всех остальных прочих. Поэтому заходим. Гитары. Электрические гитары нам, естественно, нужны. И здесь ещё можно выбрать другие категории, но я посмотрел. Там самые дешёвые это либо Stratocaster, либо Telecaster. То есть вот у нас Stratocaster и сортируем с самого дешёвого до самого дорогого. Тут у нас какие-то отказняки. Бесток, это значит, что вернули из-за дефекта какого-то. Есть конструктор, ещё один отказняк. И вот стандартная модель Harley Benton Stratocaster 20 BK стандарт серии 79 евро. Топ-селлер. По нынешнему курсу это, ну, примерно 5000 рублей, где-то так. 5000 рублей стоила гитара из Ашана, между прочим, на которой невозможно было играть. Ну, практически. Не знаю, что будет за гитара. И аналогично вот Telecaster тоже сортируем и получаем тоже самый дешёвый Telecaster, синенький такой, за 79 евро. Я не знал, что выбрать, поэтому я в своём Telegram-канале, на который можно подписаться по ссылке в описании, провёл опрос, что круче, Telecaster или Stratocaster. И Stratocaster в неравной борьбе победил, но с очень маленьким отрывом. Но вот так вот решилось. Если тоже хотите участвовать в судьбе видео, тогда подписывайтесь на Telegram, а ещё лучше на Boosty, но об этом потом скажу. Ну, и было решено, я зашёл, взял и заказал вот такой вот Stratocaster. 79 евро, и причём доставка бесплатная. Допустим, я заказал, и мне пришло где-то за три дня, наверное. Коробка уже у меня есть. Вот она. Toman. Music is our passion. Давайте мутить распаковку. Мёртвых собак лай. Это YouTube-канал с видео и подкастами о реальной музыке. Пост-рок, блэк-метал, пост-метал, пост-блэк-метал, блэк-гейс, джент, метал-кор, гаражный панк и всё остальное, что вы так любите. Там вы узнаете о том, как продвигать свою музыку, почему распадаются группы, что послушать из новинок и, самое главное, кто такой Ярослав Неверлав. Также у них есть группа ВКонтакте, в которой можно нехило пополнить свой плейлист. По мне, так очень годная и интересная движуха. Подписывайся, все ссылки в описании. Так, видно. Ну, давайте попробуем вскрыть как-то это всё дело. Так, внутри у нас бумага. Чистая, экологичная упаковка. Листочек. Ну, когда я терминвокс заказывал, там тоже был листочек с таким комиксом прикольным. И сама гитара. Логотип ХБ. Или как... Неважно, в общем. Давайте вскрывать. Это было жёстко. Так, дешёвый провод, рычаг, ключ и ключ. Для регулировки. Ну, где тебе открыть? Вот. Гитара. Струны заботливо завёрнуты в бумажку. Бирка. Это хорошо, можно не снимать. Штуки, которые нельзя есть. Ну, и в принципе, выглядит как стандартный китайский стратокастер. Харли Бентон. Стратокастер. За 5000 рублей. Ну, выглядит уже как нормальная гитара. Может, и работать будет нормально? Давайте проверим. Так, ну, можно поближе рассмотреть гитару. Гриф такой. Ну, гладкий, но при этом не блестючий, не лакированный, матовый, что даже приятно немного. Хотя, по мне, он ощущается как толстоват. Я не знаю, но я уже отвык от обычных гитар, от нормальных, человеческих. Поэтому тут я вообще не эксперт, нифига. Ну, вот у нас здесь три сингла. Ручка ходит нормально. Фурнитура выглядит, конечно, дёшево. Но ходит плавно. Крутятся ли колки? К сожалению, я свою струно-натягивательную машинку не взял. Это была такая, что топ-тема. Хотя, вообще, я её гречке подарил. Потому что ей так понравилось, ей так восхитилось, что я не выдержал и отдал ей. В любом случае, давайте руками крутить струны. Возьмём деревянный медиатор. Вон, видали какой? Калки работают, крутятся. Даже вроде мензу расстроить, если верить тюниру. И что? За 5000 рублей гитарой из коробки можно играть? Похоже на правду. Давайте остальное всё воткнём. Вообще, я не понимаю, как может гитара так дёшево стоить новая. Провод вот такой вот, отстойненький. Но будем его использовать. Вот так вот, на специально стартокастер. Инженеры придумывали гнездо, чтобы в него было удобно впихивать вот такой вот шнур прямой. Вот, чтобы ничего не торчало. Но у нас шнур вот такой. Один Г, другой прямой. Г шнур неудобно втыкать никуда обычно. Что он мешает ручкам и прочему. Ну, и чтобы всех бесило, я воткну вот так вот. Понятно, кто будет кастомизировать ещё и шнуры для всех гитар подряд. Тем более, этот шнур типа купить и выкинуть. Обычно так. Так, как этим пользоваться, я за все года не понял. Я сейчас даже не протремал рычаг. Я вообще про гитару и про руки свои. Какая-то фигня непонятная. Так, ну, закручиваем вот этот вот кривой стартер для гитары. По крайней мере, гитара работает. Ручка Volume. Ручка Tone. Ну, что-то они делают в каких-то позициях. Неважно, в общем, работает. Ставим хамбацкер. А нет, давайте вот эти поставим. И бахнем пресетико, да? Это же Better Call Saul получается. Я случайно подобрал два аккорда. Это вольный подбор за две минуты. Так что не судить строго, сериал топ. Не знаю, вот берешь в руки стратокастер, тремел-рычаг, вот блюзовский пресет, и сразу хочется что-то из классики сыграть. А может, это джинсы так влияют, не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Флажолет залажал, но ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну если честно, по кайфу прям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы не вот эти стратокастерские ручки, вообще была бы идеальная гитара, а так, конечно, она мешается. Вот это вот, вот это, вот это, вот это вот. Зачем нахрен? Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Также хочу сообщить о гигантском поступлении струн эликсира на склад магазина Струнки.ру. Для шестиструнной гитары, для семиструнной, для восьмиструнной, для двенадцатиструнной, для бас-гитар, для банджи и даже для акустики. Что такое струнный эликсир, я думаю, лишний раз напоминать не надо. Легенда, легенда среди струн. Так что спешите заказывать, ссылка в описании. Не, ну прям чувствуешь себя каким-то, не знаю, гитаристом аж. Может, я просто отвык от нормальных гитар, в этом вся проблема. Вот у меня очень редко бывало, что прям новая гитара из магазина, вот видите, у меня на пальцах аж черные полоски. Это заводская смазка на струнах или что это? Ну-ка, дропнем. Эй, дропнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, я правильно использовал рычаг тремоло, но, видимо, точно правильно, потому что гитара уплыла куда-то, неизвестно в каком направлении Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А так в России все равно не заказать гитару Harley Benton через Toman, но можно, я думаю, где-то купить Я не знаю, все ли они такие хорошие, нехорошие, почему они так дешево стоят, в чем подвох, я не знаю, но мне все понравилось, все играет, все работает А главное, блин, ненадолго становишься счастливым снова, берешь в руки новый инструмент и как-то даже что-то как-то, ну вы поняли мою глубочайшую мысль глубоководную Кстати, да, обещал сказать, что подписывайтесь на Boosty, вот самые топовые на экране донатеры, которые больше всех донатят, то есть самые топовые челы, но там можно и за 50 рублей подписаться и иметь доступ ко всем постам вообще Табулатуры, какие-то видосики, я показываю, как работает эта шторка, например, очень захватывающее видео Фоточки, фотки средневекового замка там есть, видео из колодца, в общем, ссылка в описании, всем большое спасибо и пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!